Всем добрый день! Я еду снимать новый влог, покажу вам полезные идеи для ритейла, визуальном мерчендайзинге, сервисе, ассортименте, оформлении витрин. А в конце мы сменим картинку и поедем в совершенно другое место, прочь от торговых центров. Пусть пока это будет сюрприз, я уверена, что он вам понравится. Ну что, приступим! Это первый этаж концепт-стора Z. Смотрите, как здорово оформлены столы. Мне понравилась вот эта идея с наклейками прямо на поверхности. И то, что презентация одежды дополнена вазой с декоративными цветами, свечами, ковриками, постматериалами. Все вместе выглядит очень гармонично. Вот еще один крутой пример мотивирующей фразы. Не ставьте финальную черту, ставьте цели. Круто! И мужская зона тоже очень эффектно выглядит. Обратите внимание, что можно использовать корзинки для размещения в них аксессуаров. Книги. Здесь как раз футбольная команда Катара. И мотивирующие надписи прямо на поверхности стола. И могу удержаться, чтобы не подойти к еще одному и посмотреть, какая надпись расположена там. В концепт-стори Дэд каждый раз входная группа оформлена по-разному. Посмотрите, какая прикольная идея. В этот раз вообще нет манекенов. Просто стоят два кресла, столик и книги. Как будто можно присесть и стать главным героем этой презентации. Какое настроение сразу задает этот корнер с пляжной одеждой. Просто невероятно круто. Посмотрите на оборудование, на стайлинг манекенов. Сразу хочется на курорт. Правда же? И вот эта акцентная стена с кабальтовым синим. На ее фоне особенно хочется моря отдыха. Классная презентация на складном стуле. Тоже берите на заметку. Это абсолютно эффектный бюджетный прием. И вот здесь он же. Здесь необычные косматериалы, обозначающие бренды. Вот такие пластиковые скобки, которые расположены прямо на рейлах. Очень милые детали презентации. Знаменитые валики, на которых расположены сумки. И все эти истории хочется разглядывать, примерять. Супер идея. Это сетчатый куб. Здесь обычные крючки. И на них расположены различные шармы, подвески, небольшие сумочки. Брелоки также можно разместить. По-моему, очень классное рабочее решение. Я обожаю этот магазин. Всегда нахожу здесь рабочие идеи, вдохновения. Надеюсь, вам тоже он понравится. Кстати, декоративные элементы в оформлении концепт-стора постоянно меняются. С точки зрения расположения. Вот эта маска кресла, например. В этот раз расположена именно здесь. Такой арт-объект. И я часто вижу ее в разных местах магазина. Здесь вы можете отдать вещь в ателье или отремонтировать. Когда в магазине есть такие интересные арт-объекты, а здесь они везде, рука сама тянется к телефону, хочется снимать, рассказывать, делиться, ставить отметки. Сарафанное радио работает на ура. Покажу группу манекенов. Они тоже каждый раз расположены в новых местах. Вот эти сетчатые конструкции появились недавно. Раньше их не было. Отлично зонирует пространство, выделяя отдельные корнеры. И вот эта презентация на каменных амфорах, украшениях, тоже одна из моих любимых. Уже показывала ее вам, но не могу пройти мимо. Как это эффектно. И вот эти конусы с кольцами сразу хочется купить несколько, а не одно. Как работает визуальный мерчендайзинг. И свет, падающий на это невероятное колье. И наполнение пластиковых прозрачных боксов, привлекающие внимание к аксессуарам. Все это и расстояние между демонстрационным оборудованием. Все это работает. И многослойная презентация. Все работает на максимальную продажу. Мне определенно нравятся эти каменные амфоры. Они супер универсальные. Посмотрите на них. Можно показать и панамы тоже. Выглядит очень весело. С юмором, небанальная подача привлекает внимание. Здесь тоже есть небанальные решения. Например, крючки. Я вам их уже показывала. На них расположены сумки. Поэтому презентация выглядит по-разному. И вот здесь мне тоже понравилось решение развернуть подставку, чтобы показать сумку с бамбуковыми ручками и длинной бахромой. На столе бы она смотрелась не так эффектно. А вот в таком виде хочется подойти к ней поближе. Смотрите, какой эффектный декор каблука. Эферия, плетеная кольчуга. Она несъемная. А это примерочная зона. Одна из точнее, потому что в обувном пространстве их несколько. Давайте я вам сейчас все покажу. Они супер креативные. Например, вот такая с ландышами. Каждое кресло разное по дизайну и по форме. Вообще здесь можно в каждом углу найти какие-то креативные, нестандартные решения. Вот, например, фигурка мини-маус. А здесь оформление в виде летящих лент. Выделен бренд Forte Forte. В общем, поговорила с персоналом. Мне рассказали, что периодически каждый бренд получает здесь такую зону презентации. Вариант мини-корнера. И это оформление полностью создает команда магазина. Например, они придумали добавить сюда бабочек. Вот такие металлические арт-объекты в виде глаз или вязаных губ. Просто невероятно. Показывала вам входную группу на входе в магазин, где стоят два кресла. Сейчас иду, а там девушка сидит и читает что-то в телефоне. Поэтому видите, как сработало оформление. Можно присесть прямо на входе в магазин и привлечь еще больше внимания. Потрясающее брутальное оборудование на мужском этаже. Сразу же совершенно другое настроение, правда. И подставки мне тоже нравятся. В основании название бренда. И сверху можно разместить пару, показать цвета модели. Обратите внимание на корнеры. Фактически это мини-комнаты со своим настроением и оформлением. Куда можно зайти, присесть, послушать музыку, взять книгу или альбом, полистать. Вдохнуть аромат свечи. И, конечно, посмотреть коллекцию. А вот здесь уже корнер совсем с другим настроением. Давайте зайдем. Теплые оттенки. Это Eleventy. Покажу вам оформление во входной группе. И вот эту классную идею с тематическими открытками, которые бренд делает специально для Concept Store Z. Это его интерьер и надпись «Дорогой клиент, добро пожаловать в мир Eleventy». Расскажу вам сервисный кейс. Сейчас рассматривала открытки, снимала их. Мне очень нравится эта идея, локализацию бренда к местному рынку, иллюстрацию магазина, где продается итальянская марка. И ко мне подошел персонал, поприветствовал меня, спросил, нравится ли мне открытки, я сказала «Да». Он говорит «Возьмите еще». Я говорю «Нет, мне не нужно, одной достаточно. Возьмите, возьмите, подарите своим друзьям на память». И предложил мне еще 2-3 открытки. Здорово же, да? Это видео поп-ап квадрат и Раф Симмонс. Тоже крутое оформление. Посмотрите, как здорово смотрится в монохроме. Презентация коллекции. Здесь, на этаже, с предметами декора, каждый уголок – настоящая эстетика. Вот как раз те самые кресла-маски. Их можно купить, это не просто украшения магазина. Здесь альбомы и книги знаменитого издательства «Ас-Сулэм», а это ведро. Видимо, здесь идет презентация, точнее уборка презентации. Я попала на такой интересный момент. Даже ведра, кстати, смотрятся круто на этом красном фоне. Книги протирают, будут выставлять иначе. Но и про манекены отдельно скажу. Иногда я иду, и мне кажется, что здесь живые люди. Настолько естественные и разные у них позы. Вот, например, они смотрят вниз в Атриум. Давайте посмотрим вместе с ними. Невероятный магазин. Он что-то читает, держит открытки из Парижа. Монжур. Еще одну зону покажу. Очень нравится здесь оформление. В прошлый раз часть была закрыта. Но можно пройти и посмотреть, как классно зонировано пространство. Как вам здесь? Пишите. Невероятные манекены. Полная иллюзия того, что кто-то прилег почитать прямо на стол. Причем круто, что манекены могут ждать вас в самых неожиданных местах. Вот здесь, например, я уже иду к лифту. Или вот здесь, между рейлами, их даже двое. Вот так. И еще один пример. Казалось бы, сюда уже не доходит никто, но здесь тоже есть манекен. Кстати, вот эта экспозиция за моей стеной. Указатели, флаги, дорожные знаки расположены здесь не просто так. Она символизирует историю Дубая. Сейчас я вам покажу ее поближе. Вот об этом оформлении я говорила в центре Атриума. Мне один из консультантов рассказал, что эта экспозиция посвящена истории Дубая от момента его основания до наших дней. Здесь есть претрофотографии, дорожные знаки, указатели. Все говорит о том, каким был город всего-то каких-то 20 лет назад. Прикольно, что в кафе бренда Ralf Lauren использованы на входе манекены в фартуках в виде мишек, которые бренд использует в своих коллекциях. Сразу понятно, даже не видя названия, что это за кафе. Зона, если можно сказать, на улице в торговом центре тоже классно запрендирована. Мне очень понравилось. У Гучиев Хар Винникольс красивый новый корнер. Посмотрите, какая примерочная. Просто центр магазина. Хочется попасть в это пространство. Идет рестайлинг манекенов. Посмотрите, как оно в процессе выглядит. Чтобы не оставлять манекен обнаженном, платье все-таки присутствует. В корнере Клоэ мне очень нравится. Контраст фактур на входе. Здесь есть и бетон, и дерево, и камень. Корнер Брунелла Кучинелли. Мне очень нравится идея оформления колонн. Вот таким простым, стильным, очень эффектным способом. Суперклассные летние витрины у универмага Хар Винникольс в Эмирейдс Молл. Посмотрите, какая пляжная история. И витрина Гуччи. Здесь есть эффект солнечных бликов на поверхности воды. Подойду поближе, чтобы вам показать. Магия настоящая, правда? Такая эффектная презентация в кос. Мне понравился вот этот стол с большой шляпой, очками и вьетнамками. Я не большой любитель такого оформления, но в Деббинхамс в этом сезоне именно оно покажу вам поближе. Эти кудрявые зеленые макушки. Здесь мне понравился манекен с париком. И то, что на волосах есть заколка. Сразу вспомнила, как в один из магазинов, где я работала менеджером, мы искали манекены как раз с париками. Когда они пришли, был полный восторг, потому что в городе практически ни у кого еще таких не было. Но еще в связи с манекенами и париками я вспомнила не только свою рабочую историю, точнее, не только эту, но и еще одну, когда мы открывали магазин спортивной танцевальной одежды и заказывали манекены с необычными, нестандартными кузами, с балетными подъемами ноги, заказывали станок на витрины, чтобы максимально передать атмосферу и настроение коллекции. Это было очень-очень крутое время. Прикольный корнер в магазине косметики. Здесь целая ванная. И поскольку это разнообразные варианты мыла, то есть еще и пузыри. Мне очень нравится идея гигантизма. И вот этот огромный орех в интерьерном магазине на столе абсолютно самодостаточный вау-эффект. Оформление Stradivarius. Очень летнее решение и простое. Белые занавеси и вентилятор, который создает легкий эффект колыхания. Какое странное оформление витрины. Особенно вот эта деталь. Идея со съемными шармами добралась не то, а прав. Я зашла в Gentle Monster. Покажу вам сейчас, какие здесь есть решения для декора дужек. Вот такой пирсинг. И сам ассортимент можно выбрать отдельно и украсить свои очки. По-моему, классное решение. Поговорила сейчас с персоналом Gentle Monster. Сотрудник рассказал мне, что это лимитированная коллекция. Она поступила вчера. Уже многих моделей нет. И с 9 утра уже стояла очередь в магазин для того, чтобы купить желанную оправду. Представляете? Классная зона обуви в Зарам. Здесь потрясающий диджитал потолок, меняющий свет картинку. Смотрится очень эффектно. Вот так представлена в Манго коллаборация с Викторией Бекхэм. Контрастный ковер, плитка, оборудование с изогнутой лентой. Ветрина Tommy Hilfiger с пола на разной высоте. Посмотрите, что придумал коч. Это просто невероятно. Посмотрите, какое фантастическое, яркое летнее оформление. Поп-ап и батут в виде сумки. Здесь есть зоны, где можно выпить кофе. Вот здесь кофейная станция и десерты. Здесь представлены сумки, есть зеркала, можно сделать покупку. Супер креативно, мимо точно не пройдешь. Вот за это я отдельно люблю свою работу. За то, что она позволяет видеть такие невероятные вещи, вдохновляться, насматриваться и показывать вам. В общем, я решила зайти посмотреть меню. Что здесь есть? Матча, бабл-ти, конечно, кофе. Различные виды чая и десерты в виде сумочек. С ума сойти. Я, конечно... Я заказала себе матч. Посмотрите, как классно оформлено с логотипом бренда. А еще мне принесли комплимент. Шоколадку тоже с логотипом Котч. Осталось только прыгнуть на этом батуте. Ну что, мне выдали индивидуальные носочки. И я пойду прыгать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дисклеймер. Субтитры сделал DimaTorzok. Дисклеймер. Дисклеймер. Здесь очень круто! Ну что, мы едем смотреть Экспо. тут можно услышать рык льва как в джунглях от каждого животного можно увидеть следы это был страус а это не верблюд же наверное какие-то кошачьи вот это верблюд мы крутим колесо судьбы, должны спасти землю чтобы она не упала тысячи много интерактивных штук для детей посвященных устойчивому развитию заботе о планете так еще одна игра посвященная заботе о планете а нам нужно раскачивать эту конструкцию чтобы мяч не провалился в дырку вот так боже мой это еще один павильон и здесь мы в лесу но в зоне корней корневая система жутко конечно это павильон где рассказывается о том что произойдет с планета если мы не прекратим ее засорять это большая зона с квестом где можно отвечать на разные вопросы у экологии например спасти землю или спастись на марсе а дальше инсталляция что вы спасете если столкнетесь с угрозой затопления характерные звуки конечно жутко мне кажется должно быть что-то что-то должно происходить смотри микробы защищают нашу иммунную систему полезные микробы полезные микробы да полезные у тебя в организме стоит 2 микробы полтора килограмма разных бактерий в желудке человека в кишечнике это павильон посвященный океану его глубинам это павильон но в в в в в в Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я там лечу! Потрясающе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok